Жители области продолжают обучать навыкам по оказанию первой помощи. В условиях текущей оперативной обстановки, когда вражеские обстрелы продолжаются, это необходимость. А преподавать на таких занятиях теперь будут и студенты-медики. 30 юношей и девушек официально стали сертифицированными инструкторами. Для этого они прошли курсы в учебно-методическом центре отделения службы медицины катастроф областной станции скорой помощи. Варвара Дрокина рассказывает, с детства мечтала помогать людям. В школе особенно интересовалась химией и биологией. Сейчас уже на третьем курсе. Специальность лечебное дело. Когда предложили вступить в ряды добровольцев-инструкторов, откликнулось в числе первых. Ведь, как показала практика ее знакомых, такие знания могут пригодиться каждому в любой момент. Я хочу, чтобы мои знания помогли людям окружающим. На их месте могу оказаться я, могут оказаться мои родные, близкие, друзья. И если будет человек, которого я обучила, и он знает, и он умеет, он спасет мне и моим близким, родным и друзьям жизнь. У нас были высокотехнологические манекены, которые нам могут показать и кровотечение, и сердечно-легочную реанимацию, правильную прокачку. И дополнительно с бригадами скорой помощи мы выезжали на точки, объясняли людям, как оказывать первую помощь. Среди преподавателей – московские врачи, а также белгородские специалисты, которые работали в Донецке. После курса обязательно экзамен и практическая часть. В столице региона еще больше сотни будущих медиков вскоре получат сертификаты, которые дают право обучать навыкам первой помощи. А в Старом Москоре занятия проходят 60 студентов профильных направлений. Всего удостоверение инструктора получили уже более 1600 человек. Это очень значимо, потому что мы должны культивировать культуру на первую помощь, чтобы каждый житель Белгородской области это умел наказать.